Ту информацию, которая есть в городе, в муниципе. Это коллектив, который участвует во всех мероприятиях, которые проводятся в нашем городе, в нашем муниципе. Независимо, кто это проводит. В основном, это наши мероприятия от премарии. Я ссылаюсь на это. Это последняя информация, которую я получил. Мы ссылаемся на юридические основания. Если мы можем освободить, у нас должны быть юридические основания для этого. Владимир, пожалуйста. А вот любая, да? Чем самим партиалом? Что они еще приводят? Они требуют, чтобы понизили им отраслевой коэффициент и рыночный коэффициент. Рыночный коэффициент установлен согласно утвержденного положения. Это центр 2, коэффициент рыночный. Этот же рыночный коэффициент, он был и опубликован в информационном сообщении, так как эта фирма взяла на аукционе 24 июня этого года. Они с условиями были ознакомлены в лоте. И там в обязательном порядке, когда идешь на аукцион, заявление типовое, в котором указывается, что я с условиями лота ознакомлен, претензий не буду иметь. То есть такая запись идет. Она когда участвовала в аукционе, она уже видела все. Я хотел бы только пояснить, что потому что я присутствовал в аукционе, то есть после аукциона они просто подумали, что ну не нужно ли еще 300 метров, и после этого они написали заявление. Поэтому они отказываются от части, которые прибыли. Поэтому на это мы пошли и сделали те же изменения, которые как-то запись. Более того, сегодня в премарию поступило заявление от данной же фирмы, что они просят заключить контракт с 1 сентября, так как июль-август у них нет занятий с детьми. А они как по учебной программе с 1 сентября набирают группы и до июня месяца. Поэтому у нас еще есть одно заявление по их просьбе. Сергей Иванович, скажите, пожалуйста, на аукционе были еще конкуренты? Не было, они одни были. Одни? Были одни? Да. Но насколько мне известно, то правило на аукционе, если человек отказывается от фирмы, которую выиграла лога, и так далее, отказывается от данного договора, заключить договор по этим основаниям, то отменяется аукционом. Сергей Иванович, вы правы, но на сегодняшний день данная фирма подписала протокол, уплатила за право имущественного найма и заключила договор. Если бы не было у нее договора, то мы сегодня не подготовили такой проект и не вносили бы изменения. А учитывая, что у нее есть договор на 616 квадратных метров, мы пошли на то, что заключаем дополнительное соглашение к данному договору, уменьшив площадь. Так как именно... Это как-то скрытая форма, знаете, ухода от этого положения, который говорит, что он отказывается. Может, они указывают, какого числа это было по аукциону? Сергей Иванович, можно я объясню. Он заключил, а теперь давайте изменим. Я вам просто объясню, я был на аукционе, проводил данный аукцион. То есть они на аукцион пришли, они согласились. Спустя определенное время они передумали, это не скрытая форма. Они пришли, они ознакомились, они проплатили, но он был не согласен, не заключили договор. Только потом, спустя, они обратились, что нет необходимости. Николай Корнеев, пожалуйста. Я бы хотел поддержать цели депутатского, он сказал, что это коллективно поступает на всех, на 5-е годы. Мне кажется, будет правильная коллективная встреча и не обязан идти, платить еще ей, тем более мне нравится, что участие там никакого и есть. Но самое интересное, что уходы, а не 5-е годы. Николай Игоревич, пожалуйста. Я предлагаю снять этот вопрос, потому что, если вы помните, у нас, я не говорю, что ступит нас за этот коллектив. Этот коллектив очень хороший, участвует в всех мероприятиях городских. Так же самое, как и наряду с этим коллективом, у нас есть много коллективов в Центральном ДК, которые тоже участвуют в всех мероприятиях города. И у них тоже там есть, значит, свои заборы, свои непонятные действия с деньгами от родителей. Давайте мы еще раз изучим этот вопрос. Если надо, пойдем на понижение. Если нет, давайте рассмотрим, поставим точку в этом. Потому что, судя по всему, когда коллектив арендует 616 квадратных метров, я не знаю точную аренду, которую они платят, но это все ложится на плечи наших с вами детей. И за это будем платить мы, как родители, потому что они являются преподавателем. А я уверен, что аренду не платят за своего, будем говорить так, кармана, а платят за счет родителей, которые занимаются у них дети. Поэтому я прошу вас, давайте снимем этот вопрос и его еще раз досконально изучим. Владимир Иванович, просто ремарка. Если снимать, то может быть на неделю, где, на следующий совет. Почему? Потому что с даты принятия решения уменьшается площадь, уменьшаются коэффициенты и прочее. Чем мы будем затягивать до сентября или до октября этот вопрос, тем это не короткий период. Я об этом уже и говорю на короткий период, на неделю, через неделю она сессия. Но тут надо очень подойти, читательно изучить этот вопрос. Потому что год назад, если вы помните, то обращались родители наших детей, которые возмущались и говорили, что с них осуществляются попоры в районе 190 лет, плюс там говорили, возвращать занятий 20 долларов мастера, там как-то и еще что-то. И выходило родителям занятия танцев в месяц около 400-500 долларов. Поэтому тогда было одно. Сегодня я понимаю, что происходит что-то другое. Давайте мы изучим этот вопрос. Мы только зачем пойти на поддержание этому коллективу. У нас есть еще порядка, наверное, я не специалист в области танцев, но, наверное, есть еще коллективов 10-20, которые в таких же находятся условиях. Но за неделю давайте, за неделю давайте на выходные проработаем этот вопрос. И в следующей серии вы им подготовлены. И, конечно, пойдем навстречу людям, тем, другим. Завтра нам приступит, поступит новое обращение от других коллективов. Давайте тогда все это как-то в комплексе рассмотрим. Спасибо. Еще вопросы есть? У нас при предложении по мере поступления пришел голосовать за основу проекта решения. Кто за? За основу. Против? Воздержались? За предложение комиссии о том, чтобы... Смысл можно соблюсти процедуру. Есть предложение решения примара, есть комиссия, есть предложение советника Николая Николаевича. Голосуем по мере поступления. Советники определяются, как голосуют. За предложение комиссии о том, что вы говорите. Вопрос отказания. Вопрос откажется. Нет. Не согласится. Кто предложил отказания, это не прогресса. Согласится. Я предложил господин Ярдан. Я предложил. Я предложил поддержку комиссии о том, что вы сняли. Вы же предложили про эти комиссии о том, что вы сняли вопрос. Не снять, а отложить на следующее заседание. То есть через три дня будет к этому чтению. Так. Поступили три предложения. Советники Орнад предложил снять вопрос, отказать вопрос, участки поддерживать коэффициент, и я отложить вопрос на неделю. Я извиняюсь, но я таких предложений не давал. Я задавал вопрос Галине Романовне, что в случае, если участвующий в аукционе отказывается от лота, в котором он участвовал, в таком случае должно быть отмена аукциона, и по-новому на аукцион должен относиться. Вот это я говорил. Но я не вносил предложение отказать и так далее. Учитывая, что господин Григорьевич говорит, что тут есть очень много детских еще танцевальных коллективов и так далее. Поэтому я и говорю, что мой аргумент в данном случае является таким, что когда выставлялся на аукцион, был коэффициент завышен. И поэтому те остальные коллективы просто приняли решение и не принимают участие. А если будут с таким коэффициентом, в котором мы хотим внести изменения, то я думаю, что, может быть, те другие коллективы, которые также хотят взять варианты, но мы хотим, поэтому давайте рассмотрим вопрос в полном комплексе, не только о том, что говорил господин Григорьевич, но и о том, что может быть, стоит отменить и вынести на аукцион нового. Вами участвуют, пожалуйста, ваше предложение. Предложение остается, что мы совмещаем предложение Григорьевичу, а я согласен с этим, чтобы дополнительно проработать и в том числе рассмотреть и понижение комбинации. Станя, тогда на голосование предложение Николая Григорьевича о том, чтобы отложить до 27-го, до следующей сессии, этот вопрос. Кто за данное предложение? Ирина Классовна. Против? Воздержались? Следующий вопрос в повестке дня. Рассмотрение предварительного заявления у вас в линдоре с номер 03-18-24-90-06-07-2016 года. Закладчик Зинковская-Галина. Пожалуйста, комиссия. Заключение комиссии положительное по данным правилам. Комиссия по правой дисциплине тоже положительна по данному вопросу решения. Вопросов и по качеству? Вопросов нет. Кто за данный проект решения? Против? Воздержались? Единогласно. Следующий вопрос. Вопрос номер 30. Размотаем предварительное заявление у вас в линдоре с номер 03-18-24-91-06-07-2016 года. Закладчик Зинковская-Галина. Пожалуйста, комиссия. Комиссия рекомендует утвердить предложенные проекты решения. Комиссия по правой дисциплине также принимает положительное решение. Пожалуйста, вопросы по качеству? Вопросов нет. Пытается на голосование. Кто за данный проект решения? Против? Воздержались? Один. Воздержались один. Следующий вопрос. Номер 31. Рассмотрение предварительного заявления у вас в линдоре с номер 03-18-24-96-2016 года. Пожалуйста, комиссия. Заключение комиссии также положительное. Комиссия по правой дисциплине также положительное. Пожалуйста, вопросы есть? Вопросов нет. Вопросы нет. Кто за данный проект решения? Кто против? Кто воздержался? Ветерина Краскова. Следующий вопрос. Номер 32. Осмотрение предварительного заявления у вас в линдоре с номер 03-18-24-93-96-07-2016 года. Комиссия по новостным. Заключение комиссии также положительное. Комиссия по правой дисциплине также положительное. Вопросы? Переходим к голосованию. Кто за данный проект решения? Против? Воздержались? Единогласно. Следующий вопрос. Номер 33. Осмотрение предварительного заявления у вас в линдоре с чечем, номер 72-17-06-2016 года. Докладчик Синковская, Галина. Пожалуйста, комиссия. Комиссия. Я рекомендую утвердить данный проект решения. Комиссия по правой дисциплине также готовит принять данный проект решения. Вопросы? Переходим к голосованию. Кто за данный проект решения? Кто против? Воздержались? Один. Следующий вопрос, номер 34. Рассмотрение запрещения господина Шестокова Ара, 0405-2016 года и 0405-2016 года. Докладчик Галина. Зимковская, пожалуйста, комиссия. Заключение комиссии положительное. Мы будем утвердить данное проект решения. Я хотел также добавить, что данное проект решения рассматривался на прошлом заседании Совета, где он был отложен. Мы попытались с юридическим отделом премиарии и с адвокатом Шестоковой, в связи с тем, что проходит процесс судеб, прийти к какому-то первому соглашению. Но даже адвокат отказывается уже от своего заявителя. Бесполезно. Еще вопросы? Переходим к голосованию. Кто за данный проект решения? Против? Воздержались? Вдвое воздержались. Следующий проект решения, номер 35, рассмотрение заявления господина Подбойского АТО от 16.06.2016 года. Пожалуйста, комиссия. Заключение генераторов и положение по данному проекту решения. Вопросы? Докладчику? Вопросов нету. Преходим к голосованию. Кто за данный проект решения? Против? Воздержались? Не на голосовании. Следующий вопрос, номер 36, рассмотрение предварительного заявления господина Подбойского АТО от 1.06.2016 года. Докладчик Ирина Зимковская, комиссия, пожалуйста. Против? 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 На 1 гор это до 20. До 27.06.2017 года. А есть решение совета. С 19. Решение совета по центральной площади и все у нас торговые. Мы не ставили такие условия, поэтому мы оставили такой же срок и всем академическим агентам. Еще вопросы? Вопросы еще будут? Простите, пожалуйста, мы прогонсовали за решение предыдущее, но здесь какая-то есть несоответствия. Тут есть решение господина Подвойского, но тут по адресу в том заново сезон, почему-то... Земельный участок по зарегистрированному территориально-кадастровому офису, это по Николаю Йорго, где он дан на подогру о сотрудничестве, он был от Парадисова. А уже выделение с этого участка, это новые коттеджи в районе Лукойловской заправки, они имеют адреса... Данный вопрос также рассматривался на комиссию права и сцепи, у нас тоже положительный ответ. Вопросы еще будут, приходим к адресу раннего, кто за данный проект решения? Кто против? Кто против? Кто вознижался? Переходим к следующему вопросу. Вопросы к докладчику. Переходим к голосованию. Кто за данный проект решения? Кто против? Воздержались? Следующий вопрос номер 38. Рассмотрение представления ДНГ Белл-Сгосударственной канцелярии, номер 15.04.03.18.19.2016. Комиссия. Комиссия по праву и сцепи также рекомендует принять данный проект решения. Вопросы? Жван Сукаёв. Можно ли вычитывать все цифры, даты и так далее? У нас еще написаны все фильмы. Просто вопросы о чем? Нельзя. Вопросы? Вопросы есть? Еще нету. Переходим к голосованию. Кто за данный проект решения? Против? Воздержались? Тридцать девять. Рассмотрение представления ДНГ Белл-Сгосударственной канцелярии, номер 13.04.18.18.2016 года. Пожалуйста, комиссия. Комиссия рекомендует оформить предложенное проект решения. Комиссия по праву и сцепи также рекомендует принять данный проект решения. Вопросы? Еще одна комиссия. Еще одна комиссия, пожалуйста. На нашей комиссии тоже было дано положительное заключение. Вопросы? Переходим к голосованию. Кто заданной проект решения? Кто против? Воздержались? Следующий номер 40, рассмотрение представлений территориально-голубого государственного канцелярия, номер 13.4.889, от 30.06.2016 года. Пожалуйста, комиссия. Комиссия рекомендует утвердить предложенный проект решения. Замаска. Заключение комиссии по данному проекту положительное. По праву и сцепления также рекомендует принять данный проект решения. Вопросы. Кто за данный проект решения? Кто против? Воздержались? 41-й вопрос. Рассмотрение представлений территориально-голубого государственного канцелярия, номер 13.4.890, от 30.06.2016. Пожалуйста, комиссия. Заключение комиссии положительного проекта решения. Комиссия рекомендует утвердить данный проект. Комиссия по праву и сцепления также рекомендует принять данный проект решения. Переходим к голосованию. Кто за данный проект решения? Против? Воздержались? Переходим к ответам. Вопрос номер 42. Об утверждении ответа на заявление господина Усадова-Н. 21.04.2016 года. Доклад. Чезинковская-Калина. Комиссия по росту. Комиссия предпочитает утвердить предложение проекта ответа. Вопросов? Вопросов нет. Пожалуйста, голосуем. Кто за данный проект ответа? Против? Вызгажались? Следующая информация. Номер 43. Информация о продаже права на заключение договора имущественного найма на помещение за первое по уходе 2016 года на публичных аукционах. Докладчик. Уважаемый советник. В прошлый раз, когда мы рассматривали вопрос, то же самое было письмо Центральной избирательной комиссии о выполнении решения Муниципального совета и непонятия его во внимание, непонятия решения ЦИКО по понятию мандата Советника Черного и передачи мандата господину Понятовскому. Мы получили опять письмо. Мы сделали письмо так, как вы просили нас. Мы отправили это письмо. Но, видите, новое письмо содержания есть. Опять нам объясняют, как бы, какие-то свои мнения. У нас есть предложение, как представитель публичной администрации, чтобы вы даете согласие. Мы готовим письмо к прокуратуру о том, что Центральная избирательная комиссия не выполняет свои функции. И пусть прокуратура занимается дальше этим вопросом. Если вы даете согласие. Интересное предложение. У меня вопрос по тексту ответа. Они указывают, что вы неправильно подписали наш запрос. Что там было неправильного? Мы все правильно. Мы объяснили еще один раз ситуацию, что было принято решение, что они не должны были нам давать ответ на письмо, а должны были принять решение, или отклонить решение муниципального совета, или удовлетворить заявление муниципального совета о поднятии мандата и вручении ему нового совета. Спасибо. Еще вопросы. Принимаем информацию к сведению. И готовим письмо к прокуратуру. Так, за это продолжается пополцовать. Да, если вы даете правильное решение. Дмитрий Курасов, тогда заданное предложение. Кто за? Одну минуту. Да, пожалуйста. Значит, есть, прозвучал предложение Елене Мечне о том, чтобы обратиться в прокуратуру ТД. Обратиться от имени кого? Это непрямое решение. Не надо нам согласовать. Если мы говорим о совете, то, наверное, Елене Мечне вы не представляете полностью совета или не не совета. Прослушайтесь к мнению советников. А я, по-моему, очень прислушиваюсь к мнению советникам и говорю, что мы предлагаем. Как публичная администрация, я предлагаю советникам дать разрешение на подготовку от обращения в адрес прокуратуры за подписью председательствующего сегодняшнего заседания Лев Термарчев о том, что Центральная избранная комиссия не выполняет свои функции. Все. А дальше уже, как хотите. Маленький вопрос за всем органическим отделом. Мы на сегодняшний день будем основываться в данном случае для обращения к прокуратуру. Такой правильный вариант муниципального совета подвращаться к прокуратуру, у него не зависит наказание в Центральной избранной комиссии. Пока мисс господин дойдет до трибуны, я вам хочу сказать, что на сегодняшний день муниципальный совет может принять еще одно решение по господину Черному, потому что сегодня официально уже третье заседание муниципального совета, где господин Черный не звонит, не говорит. Информация ему идет на почту официальную, две или три, которые у него есть. Оно приходит обратно, потому что она не открывается в почту. Три письма уведомления, уже одно письмо уведомления с почты прошло, второе письмо и третье ждет, чтобы прошло месяц. Господин Черный Андрей Семенович не приходит на почту за этими письмами, за приглашением. Более того, вы уже видели, мы сделали объявление на БТВ, на официальной странице, при вариме муниципе, мы надеемся, что господин Черный смотрит нашу страницу, какая она есть, хорошая, плохая, и видит, что мы его пригласили на сегодня на заседание муниципального совета. Поэтому сегодня мы можем инициировать процедуру еще принятия одного решения, но это, конечно, нет никакой логики, если мы уже один раз приняли решение муниципального совета о поднятии мандата за отсутствие на трех заседаниях совета. Ирина Ильич, я думаю, что логика есть. Если это до суда, то лишним наше решение не будет. Да. Конечно. Да, потому что, в принципе, юридическое управление в прошлый раз говорило, что нет оснований, не было уведомления по почте, не было еще чего-то. Вот этот раз уже у нас все есть. Ирина Ильич, я прошу еще раз сформулировать каждое предложение в отдельности, а председатель, что еще поставить на голосование два предложения. Отдельность каждое. Скорее, я вам вопрос. Да, у меня вопрос. Мы сейчас, как мы поставили на голосование уже ответ. То есть письмо прокуратурному. Мы письма еще не видим. Мы всегда утвердаем каждый проект. Давайте вот через неделю, я слышал, да, будут новые заседания. Сегодня мы даем поручение, чтобы подготовить письмо. А уже, когда будет проявить письма, мы должны тоже его увидеть, что же там будет написано. Правильно? И уже тогда на том, в следующем заседании проголосуем. Сейчас ставим вопрос на голосование, чтобы обратиться. То есть поручить подготовить письмо. А уже потом уже будет подписывать председатель следующего заседания. У меня вопрос, как Вы хотите? У нас были ситуации такие, когда Вы нам давали разрешение, подписали в министерство финансов, чтобы удалить письма, и вы догадили до Вашего изведения. Как Вы решите, так будет? Я хочу согласиться с советником Сергеем Иорданом. Разрешение требовалось в принципе, потому что нужно было определить направление дальнейших действий. А также юридическое управление тоже должно знать и прогнозировать свои действия на будущее. В отношении данного обращения в прокуратуру, почему остановились, пока это было наше предложение, потому что прокуратура Республики Молдова на сегодняшний день, согласно закону прокуратуры, является основным органом, который следит за реализацией законности на территории Республики Молдова и за законностью применения законов. Считаем, что в данном случае, когда Центральная избирательная комиссия приостановила процедуру поднятия мандата у одного советника и не хочет инициировать процедуру выдачи мандата другому избранному советнику, мотивируя тем, что госканцелярия обратилась в суд по данному поводу. Мы считаем это на сегодняшний день необоснованным, так как самим законом данная процедура не предусмотрена при остановлении, а также нет ни одного судебного решения об обеспечении иска, которое запретило бы Центральной избирательной комиссии принимать какие-либо решения. Поэтому на сегодняшний момент пока остается вопрос таким, каким был представлен секретарем совета об обращении в прокуратуру. Предлагаю голосовать за предложение Ирины Мепчевны о том, чтобы подготовить письмо прокуратуру и с утверждением его к следующему, на следующем совете. Кто за данное предложение? Против, воздержались. И за предложение Александра Усатова о том, чтобы подготовить инициировать повторно поднятие мандата советника Андрея Черного. Кто за данное предложение? Против, воздержались. Так, у нас прошло два часа, предлагаю объявить паузу в 15-й уровне. Два из участка роста. У меня есть предложение, если коллеги поддерживают, у нас осталось не так много вопросов, может мы доработаем, поедем до конца. Почему за вопросы советников, ответы есть? Кто за то, чтобы продолжить совет? Максимальное число за, так что продолжаем. Следующий вопрос номер 45 о передаче управления демильных участков в муниципальной собственности. Докладчик Зимковская Галина. Пожалуйста, комиссия. Заключение комиссии положительной рекомендуем, предположим проект решения. Доложено, предсказано. Нет? Заключение комиссии положительной. Вопросы? Вопросов нету. Пожалуйста, голосуем. Кто за данный проект решения? Кто против? Поддержались? Следующий вопрос номер 46 о рассмотрении заявления демильской муниципальной организации ветеранов Республики Молдового 1.8.7.2016 года. Докладчик Зимковская Галина. Пожалуйста, комиссия. Данный вопрос осмотрен у нас с резервной комиссией. Комиссия рекомендует отформить продолжительный проект решения с изменениями в пункте 2. После листового 1 год, то есть убрать при условии по выставлению в течение двух месяцев с артикатом об общественной полезности общественной организации, выдана на мастерском юстиции Республики Молдового исключения. Исключить? Пожалуйста, с вами вопрос. Наша комиссия также рассмотрела данный проект, дала положительную рекомендацию с одним предложением продлить всего условия предоставления сертификата в общественной полезности до конца 2016 года. Это было на нашей комиссии. И следующая комиссия, пожалуйста. Рекомендация положительная за исключением 2. Какие-то другие предложения и вопросы? Ставим на голосование за основу. Кто за данный проект решения? Против? Воздержались? Кто за предложение комиссии в целом по второму пункту об изменении? Изменения представлены в комиссии господина Кула. Чтобы в пункте номер 2 сделать изменения? Исключить. А все-таки мы ее исключаем. Кто за данное предложение? Против? Воздержались? Голосуем в целом за данный проект решения. Кто за? Против? Воздержались? Следующий вопрос номер 47 о вырубке и омоложении зеленых насаждений. Докладчик из Меговского Вячеслава. Комиссия, пожалуйста. В заключение комиссии по данному проекту положить, как мы будем отправить предложение в проект решения. Вопросы? Пожалуйста, я дам, Сергей. Вопросы? Они уже слезаны или... Нет, это все, которые есть. Еще вопрос. Предлагаю голосовать за данный проект решения. Кто сам? Кто против? Воздержались? Единогласно. Следующий вопрос номер 48 об участии в Магиуме и омоложении. Вопросы регионального проекта расширения и анализации инфраструктуры водоснабжения и анализации села ПУЦУ на разведении Пуги-Пырлица Парижского района. Докладчик ЕДО Анжела. Пожалуйста, комиссия. Значит, данный вопрос мы рассматривали на комиссии. Сначала, как бы было решение, все-таки, и проект решения, но на комиссии возникло много вопросов. Поэтому предлагаем отложить данный вопрос до следующего заседания, который состоится с 27-го, пригласить представителей РЕВЦЕО, МОВДЭК и Пырлицы, что более детально нам относили всем советникам, рассказали процедуру и проект. Еще раз. На нашей комиссии также было предложение отложить решение до 27-го лета. Николай Григорьевич, спасибо, Сергей Григорьевич. У меня предложение, чтобы пригласить этих примаров на рабочую комиссию, чтобы они не пришли сразу на сессию, а пришли на комиссию. Спасибо. Спасибо. Игорь Негода. 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 Игорь Негода.